Козероги, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на мае месяце. Что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца? И первая карта, мои дорогие, для вас, если вы готовы, это карта суда. Карта суда показана, некоторые могут быть в начале мая какие-то вопросы по документам, какие-то процессные разводы, но это будет касаться документов. Те, которые люди проходили какую-то трансформацию, здесь как возрождение, засгореть дотла и возобновиться заново. Я всегда по этой карте, то, что мне нравится, что вы как-то, знаете, будете научиться как маленького ребёнка, как маленький ребёнок, когда делаете себе первые шаги. После какой-то болезненной трансформации, болезни, какие-то периоды в жизни, у вас как-то возобновление. Давайте посмотрим следующая карта и посмотрим, что это касается, мои дорогие. Это карта дьявола. А карта дьявола показывает, что сгореть дотла и возобновиться заново, вы очень много поработали, не искушаться. Может, те, которые в отношении поработали для того, чтобы они не входили в отношении треугольника. Когда те, которые, да, может быть, были как одинокие люди, да, может, какие-то были тоже всё-таки привычки, и они перебороли это, да, они постарались как-то это, ну, не сделать, да. Вот всё-таки убрать. Вот карта дьявола всё-таки говорится о том, что, может быть, для вас было как-то это будет даже, не то, что как в мае месяц, как страшно, да, но всё-таки вот это вы постарайтесь убрать, да. Может быть, ещё карта суда говорит, как мы сказали про документы, да, может, какие-то суды, которые у вас будут, может, подкупить, да, людей, которые, да, суд для того, чтобы был в вашу пользу, да. Давайте посмотрим следующая карта, мои дорогие. На начале это колесница, да, принятие, да, правильное решение, да, стремиться принять правильный выбор, да, начинание чего-то нового, да, по колеснице, да, начинание нового, да, взлётная полоса вашей жизни. Самое главное то, что она у вас идёт уже в начале, но не искушаться, да, постараться не, может быть, если вы завершили отношения, у вас новые отношения, да, и постараться не поступать, как в прошлом, да, что-то опять вот дать возможность общаться с кем-то, да, может, тайное, да, вот, это всё-таки зависит от вашего правильного выбора. Давайте посмотрим следующая карта на середине, это пашкубка, да, не искушаться, как в прошлом, да, потому что вы как бы хотите получать удовольствие, вам не хватает то, что у вас есть, вам как будто ещё нужно, да, нужно что-то, да. Некоторые могут быть здесь, быть судебные какие-то разбирательства, да, может быть, касательно детей, да, процессные какие-то вопросы, да, по поводу детей, алименты, да, здесь может и вас вот будет тянуть, может быть по финансы, как-то вас не будет вот встраивать, да, вы захотите большего, да, вот у вас может быть такое. Некоторые могут быть, да, хотят какую-то поездку, дорогу, да, начать чего-то, но поехать где-то отдохнуть, да, получить удовольствие, да, но получить удовольствие может не со своим человеком, да, с кем-то вот на стороне. Давайте посмотрим следующая карта, это карта правосудия, да, правосудие, она с вашей стороне, да, некоторые люди, как я скажу так, может быть то, что здесь процессные, да, разводные процессы, да, завершение каких-то ситуаций из вашей жизни, да, но правосудие будет на вашей стороне, да, она восторжевует, так как и в вашу сторону, и в сторону других людей, как поступили они с вами, да, здесь то всё-таки, если вы справедливы в своё время, да, вы получите по справедливости, да, всё-таки зависит от наших действий. Следующая карта для вас, мои дорогие, шестёрка жезлов. Шестёрка жезлов показывает, что победа в ваших руках, да, самое главное всё зависит, как вы будете удержать эту победу, победу дальше, да, она вам даёт возможность начать новую, да, победу держать, но сколько она будет в ваших руках, всё зависит только от вас. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, это победа над вашим прошлым, да, вы всё-таки возьмёте решение, да, в ваших руках, да, может вы победите, да, те, которые очень сильно боролись долгое время, да, ну, ходили по судам, да, то здесь как-то победа будет на то, что вы отпускаете, это из вашей жизни уходит, да. Шестёрка, кубка ещё для некоторой может быть, касается, что будет поездка, возвращение в прошлых местах, да, где вы родились, да, у вас будет как воспоминание, да, вот вас как бы будет тянуть, да, в ваших прошлых воспоминаниях, даже если те, которые находятся в отношении, всё-таки они будут вспоминать свои прошлые. Давайте посмотрим следующая карта на конец, карта умеренность, постарайтесь контролировать себя, постарайтесь принять правильное решение, обдумайте то, что вы хотите сделать, да, то потому что здесь карта показывает, что это решение только зависит от вас, да, никто за вас не решит, да, никто за вас какой-то шаг не сделает, да, никто не сможет, да, по справедливости победить вот эта зависимость, которая у вас есть, да, это только ваших рук, да, только вы сможете это сделать. Давайте посмотрим карта совета, что вам высшие силы советует, мои дорогие, в конец, да, это карта семёрка жезлов, семёрка жезлов показа преодолевания ваших трудностей, да, у вас уходят какие-то преграды, да, которые может не было, да, было трудно исполнять какое-то желание, для некоторых может было трудно, да, кто-то пил, кто-то курил, да, очень много, и здесь как-то это по справедливости, победа ваша, да, вы смогли это преодолевать, да, и у вас это всё уходит. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране, и для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.